в россии делают крутые автомобили более того крутые внедорожники только не в тольятти не в ульяновске а в миассе нас учились не любить ее с детства родину в смысле если российская значит самое низкопробное если яблоки то кислые и если колбаса то искусственное если одежда лучше уж китайскую про автопромы говорить нечего все кто волею судеб сел за баранку этого пылесоса очевидно несчастные люди скажем по секрету на автомобильной кафедре журфака каждый студент должен сдать курсовую на тему проблемы правильного чмарения жигулей в контексте развития современного автомобилестроения но неужели правда что все российское четырехколесные чистой воды антоновка кислятина да не вкуснятина да ульяновск и тольятти регулярно удостаиваются порицания и часто по делу только вот в россии автомобильных предприятий намного больше и выпускают они не только легковушки в родном отечестве делают еще и грузовики и где-то на задворках сми крушащий отечественный внедорожник за оторванную ручку проскочила новость уралаз начал выпуск новых уралов next кажется у нас есть повод прокатиться на урал чтобы прокатиться на урале и сделать для себя выводы даже слишком хорошо особенно для скромного обаяния отечественной дизайнерской школы и той пыльной коморки где корпит нас скетчами новых авто одинокий страдалец прикованный к батарее кабинный блок по новой диалоге автомобильной группы базового элемента взят от газели next и дополнен большим пластиковым капотом который о чудо не гниет и не ржавеет при относительно малом весе стойкости к морозам интересно он ломается и трескается надо на морозе время покажет могучие крылья стальной бампер и новая решетка на которой латиницей выведено грозное имя урал создают образ не хуже хромированных площадей интернешнелов и петербилдов название латиницы объясняется достаточно просто до 3 всей техники уходит просто на экспорт вы поняли и количество проданных за рубежом грузовиков только растет одна америка уже закупила 10 тысяч уралов для нефтяных разработок на лес ну а честно кириллицы никто не забывает на всех армейских машинах на решетке значится урал интерьер салона суперский и вообще он есть теперь прошлое поколение грузовика всем этим похвастаться не могло во вторых теперь все намного дипломатичнее демократичней по отношению пассажирам аккуратный не марки пластик руль с усилителем удобные кресла мощная печка с кондиционером ой вы тоже это прочитали урал с кондиционером ну надо же одна эта фраза настолько красочно описывает изменения которые произошли с машины что на ней можно было бы закончить описание но у нас все есть пара доводов за в кабине царит тишина несмотря на подрагивающий в чреве огромный дизель 7-литровая шестерка яма з мощностью 312 лжд иных сил самый современный из отечественных моторов на тяжелом топливе крутящий момент этого монстра 1240 ньютон метров 1240 благодаря чудесной мощности рулевой этого вездехода с колесной формула 6 на 6 может ехать не особо отвлекаясь на происходящие ниже ватерлинии у положим другие уралы особенно старые но которые без пластмассы лучше объезжать а все остальное не так и важно воткнул вторую передачу и поехал благо коробка немецкая zf которую теперь производят в татарстане позволяет это делать всем а не только кандидатам мастера спорта по пауэрлифтингу деревья и валуны можно смело принимать на бампер они большие озера и реки форсировать ходом внедорожник по завершению технического персонала запросто проходит грязевые ванны до пары метров глубиной управлять грузовиком может даже водитель легковушки но даже эти чудеса не главное в новой машине от автомобильного завода урал найдены по объявлению специфика это габариты монстра демультипликатор коробки кстати на шоссе новый урал способен держать крейсерский 120 км в час это на внедорожных колесах вот это да испытать на себе грузовик нам довелось на полигоне так что щелкать длинных чергой механического селектора передач нужно было редко достаточно один раз найти вторую передачу опытные товарищи лихо заходят в крутые повороты поднимая столбы пыли и ловко маневрируют между сосен и нам первый метр даются легко приходит уверенность а грузовик легко переваривает ошибки новичка те ловкость и опыт которых требовал от шофера старик урал больше уже не играют главную роль желание водительский инстинкт позволяют справиться с несложным управлением кстати большинство аварий с новыми грузовиками происходит именно в первые часы когда машина перегоняется с завода на место постоянной дислокации это если видно по по трассе едут грузовики без кузовов такие уралы или кенте камазы там поэтому теперь доставкой транспорта занимаются профессионалы клиент получает купленный автомобиль только на точке работы вот такая обязательная услуга от завода позволяющая сохранить львиную долю выпускаемой продукции ну урал и правда прекрасен посмотрите как он прекрасен у него такой интернешнл ский капот такие красивые фары и такие огонечки на крыше как у американского грузовика и посмотрите он прекрасно едет и прекрасно передвигается по лесу руки начинающего водителя тянутся к подключению блокировок стоит на горизонте появится огромный лужи делать это не обязательно однако пощелкать тумблерами то хочется урал некст может толкать перед собой волны из глины и грязи высотой до капота но подобное на полигоне не нашлось и алчащий до приключений толпе приходится брать то что дают остается последний аттракцион песок об испытании на проходимость речь уже не идет здесь скорее можно почувствовать скорость и маневренность вездеход из мяса лихо закладывает вражи между рукотворных дюн ловко сбирается в горку по тех заданий он сделает это груженым доверху то есть 13 тоннами гуманитарной помощи в грузии уже можно говорить о комфорте кабины урал избавился от чудовищных щелей по периметру став вполне современным коммерческим транспортом с характеристиками внедорожника и грузовика интерьер не отличим от газели next разве что кабина утеплена для работы на северах скрип и не притёршихся еще деталей дождаться не удалось да что там скрип у него есть управление магнитолой на руле того самого урала армейского далеко не все современные фургоны могут такой опции похвастать интересно у военных уралов будет управление магнитолой на руле ведь военные наверно тоже любят послушать музыку в дороге во время своей военных кампаний снабдив свою новинку всем необходимым сделав ее современной и только внутри но и снаружи подумав наконец-то о людях что вращают колесо экономики на самой низшей самой физически тяжелой ступени уралас создал продукт без которого большой стране никак нельзя его предстоятель был незаменим и работает до сих пор и будет работать дальше пока на смену ему не придет урал next и те крутые парни что ждут его в лютых условиях колымы коми или якутии или ямала будут встречать его восторженными возгласами ведь они на своей шкуре испытали знают из первых рук русский грузовик из мяса не подведет сделает вывезет несмотря ни на что пожалуй так и начинается патриотизм также урал подготовил версию магистрального сидельного тягача с двойной кабиной и также концепт сидельного тягача магистрального капотного со спальной кабиной вот уж мы наконец дождались то дождались ура ура а теперь мы посмотрим хронологию модели урала и всех концептов какие были есть будут и могли бы быть за советское время и за современную историю нашей страны рф ставьте лайки подписывайтесь на канал ставьте колокольчик пишите комментарии ставьте дизлайки вступайте в паблик всем пока всем удачи всем всего хорошего и на лучшего зис 5 в 42 год по 52 год выпускался появление эту упрощенной модификации зис 5 было связано с началом великой отечественной войны машину с тех пор изготавливали три предприятия московский зис 42 года по 48 ульяновский зис ульзис с мая 42 года по февраль 44 и урал здесь в миасе компоновка и принципиальные технические решения остались прежними однако конструкция машины была пересмотрена с учетом сырьевых и технологических возможностей военного времени кабина стала цельно деревянной она представляла собой каркас из деревянных брусьев обшитых вагонки что экономило сто двадцать четыре килограмма металла с каждой машины из дерева начали делать подножки чуть позже и рулевые колеса у грузовой платформы откидным оставили только задний борт целях уменьшения трудоемкости отказались от тормозов передних колес упростили конструкцию глушителя кроме того большую часть автомобилей комплектовали только одной левой фарой грузовики из из 5 в сыграли немалую роль в годы войны снизка в признание автомобилистов за неприхотливость простоту устройства высокую надежность это же какие там были автомобилисты у вас там были что не было были водители нанятые какие автомобилисты и короче на передней оси не было тормозов тормоза были только на заднем мосту и 1 фара о как экономили урал зис 21 а сорок шестой год по 52 год выпускался это грузовик газогенераторного типа такие автомобили использующие альтернативные виды топлива представляли значительный интерес в послевоенные годы автомобиль работал на дровах для получения газа использовались деревянные чурки следующий урал зис 351 сорок седьмой год по 56 год сорок седьмом году заводом урал зис на сша сезис 5 был разработан самосвал модели 351 первый автомобиль собственной номера таций завода в 50 году такие самосвалы выпускались небольших количеств для нужд челябинской области города мясо и самого завода ps1 на базе урал зис 5 в 1950 год урал зис с подгребалкой следующий урал зис перспективный 353 урал зис 353 52 год 53 год конце сороковых годов урал зисе начали готовить к производству модель нового поколения урал зис 355 течение сорок восьмого пятьдесят первых годов были созданы несколько макетных образцов в процессе разработки возникли проблемы с созданием кабины и тогда пришел на помощь горковский конструктор либгард предложивший установить на новый автомобиль кабину от газа 50 151 году образец урал зис 353 получил более новый экономичный мотор урал зис 353 а мощностью 95 лошадиных сил модель оснастили новым цельнометаллическим оперением а саму кабину впервые серийно оборудовали отопителем и обдувом лобового стекла в июле пятьдесят третьего года собрали первую серию опытных образцов автомобилей урал зис 353 и были проведены испытания хочу обратить внимание что урал зис и вообще урал пошел от завода зис завод здесь располагался в москве это был завод имени сталина который впоследствии переименовали взял завод имени лихачева и в общем-то вся конструкторская база которая там была придумана все было придумано на зиле как мы уже поняли как вы уже по и был завод в ульяновске и завод мясе видимо это было сделано для эвакуации завода из москвы на всякий случай перенесли туда производства но это мои уже домыслы я не претендую что это правда или неправда чтобы были машины чтобы было чем производить вот значит здесь 5 м урал зис 355 в с 52 до 58 год бортовой грузовик с деревянным кузовом также урал зис 352 с 52 по 56 год автомобиль газогенераторного типа по сравнению с предшественником автомобилем урал зис 21а имел значительно улучшенную газогенераторную установку которая могла работать на чурках повышенной влажности обладал увеличенным сроком службы советском автомобилестроении это был последний серийный автомобиль с газогенераторным агрегатом урал зис опытный 354 из кабины от газа 51 53 55 год произведено три копии урал зис 353 56 год летом 56 года два зачетных урал зиса 353 прошли лабораторно-дорожные испытания на полигоне в городе броницы московской области и в нами после чего они отправились крым испытания в горных условиях приемочные испытания выявили ряд недостатков были выдвинуты пожелания к расположению креплению опоры карданного вала регулировки сиденья водителя уплотнению дверей кабины и др но все же государственная комиссия дала высокую оценку автомобилям урал зис 353 рекомендовала их к производству было отмечено что новый урал зис 353 имеет порядковый номер меньше чем выпускаемого автомобиля урал зис 355 в итоге заводу пришлось изменить название модели урал зис 353 на урал зис 355 м следующий урал зис 381 полноприводный 56 57 года произведено четыре копии машины встречи уже урал зис который напоминает нам сопасти современный урал урал зис нами 375 58 года с кабиной перспективный от зила от зила 130 который там уже где-то разрабатывался на зиле и и морда уже оригинальная ураловская типичная морда с 1 мая 58 года на праздничной демонстрации по главному проспекту города прошли два первых опытных образца урал зис нами 375 собранные в к урал ас первый с кабиной от нового грузовика зил 130 с панорамным метровым стеклом усиленным центральной перемычкой второй имел цельнометаллическую кабину собственного изготовления заводские а затем и полигонные заводские испытания опытных образцов первой серии выявили массу недостатков значительные износы поломки деталей двигателя его систем сцепления недостаточная жесткость мостов автоколебания управляемых колес и однократный отказ тормозов неудовлетворительная работа передней подвески на резиновых опорах рессор поломки рессор низкая износостойкость шин недостаточная надежность основания и других деталей кабины и лебедка то же время была отмечена удовлетворительная работа коробка передач разладочной коробки системы накачки шин изменяющие давление в зависимости от дорожных условий от 3 и 2 до 0 5 килограмм сантиметр квадратный одной из самых распространенных модификаций урал зис 355 м являлись автоцистерны различного предназначения они изготавливались на части машин выходивших с конвейера в виде шасси урал зис 355 м с 58 по 65 год производился произведено около 200 тысяч грузовиков грузовой автомобиль пришедший на смену урал зису 355 в первую очередь 355 м вот этот на фотографии получил современную для тех лет металлическую кабину с отоплением вентиляции от газ 51 с улучшенной обзорностью ряд других новшеств максимальная скорость грузовика выросла до 75 километров в час компоновка также отлично от из 5 за счет смещения двигателя вперед появилась возможность при тех же габаритах установить удлиненную платформу и увеличить грузоподъемность до трех с половиной тонн силовой агрегат урал зис 353 в имела реконструированную систему смазки центробежный масляный фильтр плавающие поршневые пальцы и алюминиевые поршни на шасси автомобиля выпускались топливозаправщики цистерна для перевозки пищевых жидкостей таких как молоко компрессорные станции коммунальные машины особой известностью м к пользовалась у целинников казахстана и авто транспортников урала сибирского региона автомобиль экспонировался на в днх в июне 62 года и в турецком городе измире на международной ярмарке целинники казахстана это поля поля целина целину осваивали ну вы поняли хлеб сеяли рожь собирали потом также появился урал 375 а с кузовом кп 375 59 году который уже сильно напоминает нам уже современный урал предпоследний урал 375 с 60 60 64 год сидельный тягач с укороченным на 135 миллиметров задним с весом рамы для буксировки полуприцепов массой до 12 тонн по всем видам дорог часть автомобилей поздних выпусков имели кабину жестким верхом а этот был с брезентом как вы видите интересной особенностью данного тягача являлась стойка для запасных колес за кабиной предназначавшаяся для двух запасных колес справа размещалась запаска тягача а слева запаска прицепа урал 375 60 и 64 год военный грузовик трехосный с приводом 6 на 6 урал 375 предсерийный 61 63 год в 61 63 годах в нами прошли сравнительные испытания серийного урала 375 и нами 020 по результатам которых было подтверждено соответствие параметрам и выработаны рекомендации для дальнейшего совершенства частности отказались от муфты отключения переднего моста лебедку перенесли в заднюю часть рамы машина получила первоначально разработанную для урал 377 цельнометаллическую кабину закрепленным неподвижно четырехсекционным ветровым стеклом и более эффективным отопить но по сути это вот уже урал урал такой урал какому мы все привыкли также уникальная была машина на шасси с на шасси урал 375 спа 15 м для обслуживания самолетов разных космических кораблей челноков самоходная площадка обслуживания спа 15 м на шасси урал 375 d 43 20 предназначена для обслуживания самолетов проведения технических осмотров регламентных работ и зачехления высоко расположенных частей воздушного судна она обеспечивает подъем и опускание на рабочих площадках двум оператором с инструментом и грузом до 100 килограмм на высоту 14 с половиной метров выпускалась кубышевским заводом старт следующий урал 375 d 64 82 год выпуска вот он такой классный красивый мы видим на фотографиях урал 375 n 64 по 82 год выпуска я не не очень понимаю чем не отличаются но чем-то сейчас видимо колес также сидельный тягач урал 375 с к 164 году после проведенной модернизации сидельный тягач урал 375 с стал обозначаться как урал 375 песка 1 установка бм-21-1 град на шасси урал 375 64 по 87 год выпускалась мотор там бензиновый в 8 а потом дизель стал ac 5 375 65 по 75 год урал цистерна дальше шел урал 377 65 и 77 год выпускается выпущено около 44 тысяч 800 штук бортовой трехосный грузовик 6 на 6 основные отличия 377 модели от полноприводной 375 а я ошибся он был не 6 на 6 он был только заднеприводный 377 был только заднеприводные эти цветные фотографии основное отличие заключались в не экранированном электрооборудовании не ведущим переднем мосту горизонтальном держателе запасного колеса с гидравлическим подъемником размещенным справа под передней частью новой деревянной бортовой платформы впоследствии она стала устанавливаться на полноприводную модель цельнометаллическая кабина также впервые появилась на модели 377 еще на стадии проектирования 59 году и уже отсюда перекочевала впоследствии на остальные все остальные модели уралов 3000 урал 377 c то есть из 65 83 год сидельный тягач колесный формулой 64 блин окажется урал только был не всегда полноприводный а он был разный а я то думал что весь урал всегда полный приводный он окажется просто разный сидельный тягач колесный формула 6 на 4 на базе урал 377 урал 377 с 65 по 83 год выпущено 2 300 штук tz 5 топливозаправщик на шасси урал 375 все 100 по 85 годы выпускался полноприводный урал был этот топливозаправщик полноприводный также от c40 пожарная машина урал 375 c168 по 75 год полноприводная пожарная машина с мотором v8 или дизель от мазать четыре с половиной на шасси урал 375 д 68 по 82 год полноприводные 6 на 6 урал огнеопасно цистерна урал